Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 14 выпуск второго сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Первой приоритетной задачей остаётся, безусловно, продвижение по серии квестов от прапора Каратель, но есть ещё одну дельце, которое мне необходимо сделать в общежитиях. Иван, Карачун, Маркенштейн, Орг, Хирург, Грач, Рич и Елизаров. Отдельное спасибо за финансовую поддержку. Два ключа с доступом в игру уже улетели и были успешно активированы двумя победителями, с чем их и поздравляем. Спасибо за предоставленные ключи Андрею Ака. Всем приятного просмотра! Улучшен верстак, а это значит, что мы можем теперь запустить производство пяти автомобильных аккумуляторов, для того, чтобы закрыть авторем и для других улучшений в убежище. Для улучшения теперь мне требуется склад улучшить и генератор второго уровня. А, ну тут ещё надо будет механика прокачивать. Дальше мы устанавливаем улучшенную версию склада. Склад уровня 2, добро пожаловать на борт. Теперь у меня скрон чуточку больше станет. Если у других построек не будет условия улучшения склада до третьего уровня, то я дальше не вижу смысла его прокачивать, честно говоря, потому что я в любом случае буду разживаться кейсами, вещевыми, оружейными и так далее. Большой склад нужен в начале, а потом уже спокойно живётся со складом первого или второго уровня. Генератор также идёт у нас на улучшение. Здесь у нас теперь будет 4 ячейки для топлива. Это сэкономит нам место в ящике с хламом и позволит улучшать другие объекты убежища. Например, зона отдыха теперь готова к постройке. 2 часа потребуется и, скорее всего, к концу выпуска сегодня она и построится у меня. Кое-какие бонусы будут. По страховке вернулись кое-какие тряпки и прям втиснулись едва-едва. Но у меня склад теперь чуточку больше и мы можем освободить децил место. Сейчас я быстренько тут порядок наведу. Первый рейд сегодня хочу сходить на завод. Я надеюсь быстро сделать этот квест, потому что там нужно всего попялиться на 3 выхода с завода. И за это мне дадут целую видеокарту. Затем планирую выполнить реагент. Часть вторая. Для этого мне нужно будет пойти на таможню, забуриться в трёхэтажное общежитие. В трёхэтажном общежитии есть комната 220, в которой находится папка и флешка в ноутбуке, которые могут помочь какому-то там расследованию. Также сегодня планирую начать каратель, часть третья. Соберу сейчас после завода себе Ксуху, верную подругу, и пойду делать карателя 25 диких и бомж с полихима 2 из 25. Полностью я его вряд ли сделаю за 1-2 рейда, так что я сегодня не рассчитываю закрыть этот квест. Итак, идём сначала на завод. Гадюку целую я себе собрал. Ключ от выходов я взял. Всё отлично. Сейчас мы это дело застраху... А, нет, не застрахуем, у нас денег нет. Нормально. Ну, значит, не будем ничего страховать, чё нам, гадам. Пойдём так, как есть. Цели на рейд простейшие. Просто пойти и посмотреть 3 выхода. Ключ там не обязателен, но я с собой взял всё-таки ключ. На тот случай, если придётся выходить где-то на закрытом выходе. Для удобства, так сказать. Сразу же в бейсболу жахнем. О, я на бесплатном выходе. Ой, то есть... На одном из закрытых выходов я. Блин, я кого-то... Я кого-то там слышал, по-моему. Ладно, он пока сейчас свалит. Туда можно было выйти сразу. Чё звука никакого не даёте? Да, сработало, отлично. Можно было тут же выйти, но это гонево было бы тут же выходить. Пожалуй, рискну. Сейчас через административку попробую проскочить через душ. Приехали. Я последние деньги потратил на всё это снаряжение. У меня там в схроне кот наплакал денег. СВДшник сидел просто в углу и сидел. И всё. Так, Кьюстон, у нас проблемы. Надо чё-то придумывать. Сказано, сделано. ТТ взял, пару магазинов взял. Можно идти на завод. Ак, завод 15. Страховка нас не интересует. Мы же жёсткие пацаны. Не знаю, как у вас, но у меня часто такое случается. Когда собираешься, как на выдань такой. Обычно у меня сразу быстро всё прилетает и домой. А, блин, берёшь чё-нибудь, хрень какую-нибудь, выходишь и всё получается делать. Сейчас мы подёргаем. Удачу. За хвост. Опять. Эк, сразу же таблетку в рот. Сейчас любого сломаю. Давай я сейчас через подвал и сразу же вот здесь ближайший выход. Там просто спауны. А я понял, почему так происходит. Потому что, когда ты... Так, вот он, один выход. И сразу на бесплатный, короче, газуем. Я понял, почему с пестиком и беспонтовая снаряга всё получается. Потому что... Шо вы там шумите, я же рассказываю. Получается, потому что ты, во-первых... Ну, не особо боишься слиться и более смело, что ли, действуешь. Но в то же время понимаешь, что ты особо не боец. Слушай, я сейчас, походу, выйду. И за счёт того, что ты понимаешь, что ты особо не боец, ты более-менее аккуратно работаешь. Мне же выход нужен, да, по-моему? Да, выйти надо. Ну ладно, окей. Окей. Пошли домой. Ща порву тебя нахуй, сука! Либо так. Пробежка, естественно. Вот так вот оно и случается. Выживание, выход с локации сработали всё-таки. Хотя у меня статус был не выжил, а статус был пробежка. Новый квест подъехал. Военный хабар. Найти. Г-А-Л-С-Т. В-З-Б-С. На резерве. Хрен с ним. Сразу заберу награду, чтобы видеокарту нам сдать по квесту. Впэхуем сразу её по садоводству, часть 4, эту видеокарту. И вся любовь, ещё пару видеокарт и дело в шляпе. Наскрёп себе, короче, на Ксюху. Самую обыкновенную патроны были, благо. И всё, вот мои затраты. В общагу, наверное, двину, где бы не заспаунился. Не хочу долго возиться с этим квестом, уже хочется побыстрее к карателю перейти. Та шо, а лопам в общагу, быстро все. О, понятно. Нормально, на ЖД. Ну, пошли в общежитие, как планировал, короче. Не самый, конечно, я первый. Приду сюда. И, возможно, она будет занята уже. Но обычно занимают наверху. Сейчас мы таблетку. Рот. И тут в наглую заборемся. Обычно засады на третьем этаже. А нам третий этаж не нужен. А может быть и вообще не будет никакой засады, так что. Чё понты колотить? Пошли, сразу сделаем и уйдём, да? О, чисто. А нет, не чисто. Пойду май. А, да, считается. Быстро он мне навтыкал, конечно. И двух минут не прошло в рейде, как Дис от Кис. Денег нет. Пойду Диким. А чё, и правда пошли Диким сходим? Куда-нибудь на... Куда? На... На развязку можно, наверное, попробовать сходить. Скажу на развязку. Может быть, видеокарты вынесу. Ну, хотя бы чуть-чуть деньжат подколымить надо. Хотя бы, чтоб на картоху и ксуху хватило. Тысяч сто вынести, это не проблема абсолютно для Дикого. О, нифига, меня прям в кафешке заспавлило. Нормально, нормально. Ещё пару ключей каких-то. Убитые вообще ключи. Насос на станции, нафиг. Радует то, что у меня целый рюкзак есть. Ни хрена себе. А это значит, можно пошататься тут? Поковыряться? Кто такой тут скачет? Свои? Да, свои. Нормально, нормально, свои. И ты, конечно, уже всё тут подмёл, да, гадя? Да. Ну, хоть шансы и небольшие. Но они всё же есть на находку чего-либо ценного. Как бы много до нас тут не было ЧВК, которые лутались. И как бы много диких после них не подвезли. И в любом случае, какого-никакого лута, да, можно найти. Наскрепсти. Чё-то нету ничего. Сумки так и не починили. Во, даёт. Во, жоповик спадёт. Ищем дальше. Стрела. Так-то можно было бы и льва поглядеть, да? Если сейчас по львам пойду, я тогда... Мне времени полутаться просто не хватит. Нет, где-то тут была касса добрая. Но на доброй кассе ни черта, да? Хоть бери и всякий хлам собирай. Ладно. Но не для сбора хлама мама орла растила, да? Сейчас мы что-нибудь найдём ценное. Сейчас мы тут полутаемся. Ну чё, ничего не оставили-то вкусного. Всё съели. Странно, что этот не забрали, да, Никсер? Так-то он нормальных денег стоит. Для одной ячейки-то. А может, и не лутались, и правда тут? Может, мне просто... Не фартит с лутом здесь. Меня слегка напрягает тот факт, что я ещё... Не, не насобирал тут. Блин, вот здесь лев я точно помню как-то находил. Вот здесь он точно спавнится. Не насобирал я ещё антиквара. Достаточно. Как бы история не повторилась. С поиском этих львов проклятых. Ладно, фигня. Чё-то я увлёкся. Давай посмотрим дальше туда. Время мусор собрать у меня всегда найдётся, я думаю. Насчёт того, что... Интересные магазины посмотреть, это да. Тем более, что диким. Вроде как спокойно уже там и коллеги наши бегают в районе Кибы. Безнаказанно. Пофиг, посмотрим, наверное, сейчас Техноспектр, Расмусон этот. Всё, короче, там. Орёл ведь не охотится на мух, да? Хе-хе-хе. Читай меня. Блёд. Свои, не? Как брыган кротик. Вот он по бабам. Свои, но зависли. Ой, ладно. Сранался. Вроде дикий, но проверять что-то нет желания. О, волыну нашёл. Нет желания. Блин, волына тоже. Тоже скажешь, волына. Ну чё тут, оставили, может, что-нибудь интересного? Раз тут наш бегает, вряд ли что-то осталось, да? Вкусного. Понятно, понятно. Я думаю, надо бы ввести такую функцию. Возможность лутания рюкзака на теле. На живом теле, я имею в виду. Ну, не на трупе, а на персонажа. Вот он подвис, чё, его проблемы. Подошёл, выгреб всё с мешка, ушёл. Хе-хе-хе-хе. Ну, либо как эти берут там гангстеры. О, он перестал бежать. Окружают. И, мол, вот тебе. Стой, оружие на землю. Типа, сейчас мы твой мешок осмотрим. Ну, это же прикольно было бы, согласись. Либо ты отбиваешься, либо можешь просто руки вверх поднять. Также можно было бы и засаду устраивать. Типа, хоп, руки поднял, а там твои кореша сидят в кустах. Это же, прикинь, сколько вредные слобы. Интересных моментов. А, походу, всё, отъехал, да, с рейда? Ой, блин, красный таймер уже. Понятно. Ну и фиг с ним. Давай тогда наверху ещё посмотрим. Так лайт, да и всё, в принципе, больше смотреть нечего. Через волли прошвырнёмся, если тут ничего не найдём. В волли тогда найдём, я думаю, чем набить рюкзак каким-нибудь хламом для убежища. И всё, и домой побежим. Опачки. Здравствуйте. Тетрис про этого ли? Тетрис, тетрис. Отлично. Спасибо, парни. Ещё тетрис? Серьёзно? Спасибо, парни. Ещё GPX. Спасибо, парни. Парни. Вы хорошие парни. От хороших парней хорошим парням. Вот они, свечи, где спавнятся. Весело у вас тут. Весело. Верхние полки... Я обычно на полу чё-то могу прозевать. А тут, походу, наоборот. Всё внизу пропылесосили, а верхние полки не глянули нифига. Ну и ладно. Я только рад этому факту. Может быть, тогда мне не Волли, а может быть, мне тогда на куда? Или нет? Всё-таки, наверное, Волли выйдем. Хотя... Есть одна мысля. Безумная. Опа, чё-то есть. Чепуха какая-то. О, свои. А что, если мне... Ладно. Сейчас загадаю планы. Попозырим, чё тут найдём. Может, фильтры? Водяные. Их продать хорошо можно. Мне бы сейчас бабочки не помешали бы. Мне же ещё авторем надо будет... Закрывать. О, шланг. Нормально. Ну, я же говорю, Волли 100% что-нибудь да найдёшь себе. Тут запросто можно пробежаться и рюкзак насобирать добра. Гвозди тоже пойдёт. О, электродрыгатель. Пойдёт, пойдёт. Лампочки уже не надо. Ещё есть возможность на информационке. Здесь есть вкусные такие полки. И там частенько, кстати, спавнится... Топливо спавнится часто. И фильтры спавнятся часто. И фильтры спавнятся часто. Вот, вот здесь. Блин, нет, уже выгребли. Ну, ладно. Это неудивительно конечна. Да мне, по-моему, хватит времени спокойно. Давай тогда попробуем сходим, знаешь куда? В эту самую... В эту самую... Как её фамилию? Сейчас мы в Гошане. Ага, понял. А, тут компоктерные комнаты. Или она открыта? Это дверь, где она открыта? Это, по-моему, всегда. Сейчас, короче, в Гошане возле пожара посмотрю ещё аккумулятор. И... Домой пойду. Чик. О, мои пацаны тут стоят. И лежат. Нужно четыре аккумулятора для... Вентиляции следующего уровня. И два аккумулятора по авторему мне всего надо. А сварив танковый аккумулятор. А сварив танковый двигатель. Ой, двигатель, говорю. Танковый аккумулятор. Разобрав. Я соберу себе пять автомобильных. То есть у меня всего один аккумулятор нужно будет найти в рейде, чтобы его не покупать потом на барахолке. И всё. Дальше они мне уже не нужны будут. О, есть красавчик. Здравствуйте. Вы пойдёте с нами. Отлично. Как всегда, вовремя. Когда у меня появилась возможность варить эти аккумуляторы, ты мне теперь попался, да? Слышь? Будь я проклят, а давай-ка я схожу в эти... в камеры хранения эти. Хранения, ячейки эти. Там что-то говорят, вообще жёсткая спавница. О, сила первого уровня. Слабак. Так, первого уровня сила. Настолько редко я играю диким. Не, ну вряд ли я тут самый умный, да? И первый такой пришёл. Вот, походу, пацанчики уже всё похлопали. Вся дверца. И они видать добра. Ну, тогда точно на выход. Времени в аккурат, только до выхода добежать. Опа. Опа. Спасибо. Зубная паста, пацаны. Уже, походу, все поперенаходили, да, зубную пасту всё? Ещё пару минут в запасе. Ну, не пару, полторы, ладно. В запасе осталось. Всё, выходим. Тетрисы сейчас продадим. И как раз на карателя на Ксюху хватит. О, наши идут. Куда ли, бедно ли, а сейчас мне не только на Ксюху хватит, но её немножечко прихорошить даже получится. Такая подруга пойдёт со мной. Я опять собрался и Ксюху. Не такое уж всё и дорогое. Ну, я, в общем-то, готов. Экстренная медицина, оружие, бабосики, патроны. Пошли на таможню. С утра пойдём в 10. Страховать тут уже всё есть. Протоху только если. Да и всё. Попробуем ещё раз забуриться в общежитие. Здесь в этот раз больше повезёт. Раз на раз, конечно, не приходится, но, пожалуй, я не пойду в общежитие, в первую очередь, если не будет ближайшего какого-то там спавна бешеного. У меня теперь Ксюха глушёная. Времени у меня предостаточно. Буду потихоньку тогда делать карателя, а потом, если возможность будет, зайдём тогда в общежитие. Как место высадки мне скажет, так и будем двигаться. У меня... О, малорд! У меня отличный вообще спавн ближайший к трёхэтажке. Нет, у такой возможности его пустить не имею никакого права. Будем рисковать. Слушай, у меня, если выход сейчас будет, работать... Сейчас посмотрим, как машинка. Есть машинка, нет? У меня тут одна мысля родился. Интересный. О, машина работает, пацаны! Короче, смотри, сейчас попробую сразу же выкупиться. Я сто процентов здесь первый на трёхэтажке. Поэтому выкупаю машину. И в ужасе внедряюсь в общежитие. Мне нужен второй этаж. Заводских нет. Открываем. Чё-то я не подумал про заводских. У меня сейчас был. Ага. Так, флешка. Ключа от ЗБ нет. И вот здесь письмецо лежит. Конверт. Всё. Клин, куртки, сумки. Но мы это всё лутать не будем. Мы пойдём на выход сразу. Мне насрать, будет ли эта пробежка или нет. Так что... Вот так вот. Сидим, ждём. Получилось. Это был просто идеальный рейд. А тот выход выживания с локации не обязательно оказывается. Главное вынести эти два предмета и можно закрывать реагент часть 2. Это круто. Вот теперь мы можем полноценно взяться за карателя, выходить на таможню и сидеть там хоть до усрачки. Реагент часть 3. Найти шприц с реагентом на заводе, но на завод я пока торопиться не буду. В крайнем случае я бы занялся сейчас квестами егеря. А лыжник и весь мир пока подождёт получается. Все эти заводские приколюхи мы потом совместим с егеревскими квестами. Автомат есть, патроны есть, экстренная медицина, всё. Запасные патроны, всё отлично. Всё, всего хватает, всё в достатке. А попить надо будет ещё и всё. Так, киндер, это мы, получается, у спящего заспавнились. Ну что, далеко мне, конечно. До выхода в другой абсолютно конец карты. И это хорошо. Потому что мы сейчас тут будем охотиться. Сильно спешить не буду. Подожду какое-то время, чтобы пацанчики друг друга нашли. Переколошматили. Всё как мы любим. Денёк, конечно, начался не очень. Но. Не может же всё время не вести. Сегодня скорее день дикого, чем чавыка, да? Хотя квест в общаге по красоте залетел. Это мы поменяем на лог. Во, пошёл процесс. Кто-то там с тозика. Ух ты, 112-й. Заберём. Куда его? Сюда. Насчёт планшета. Я же планировал планшет купить себе. По достижению барахолки. Но что-то я прикинул. Да мне и парни напомнили в комментариях насчёт того, что Егер же мне в своё время выдаст планшет. Для документов. А что, какая текущая, чисто вопросы, блядь. Смотреть. Планшет мне нужен будет... О, поджёд, это вкусно. Планшет мне нужен будет, когда у меня будет... Будут квесты с закрытыми помещениями. На санатории где-нибудь. Но как раз к тому времени у меня и Егеря квесты подъедут. Что тут у нас тихо? Давай ещё стримерский этот цех посмотрим. Кобача. Вроде закрыто всё. Тут ещё поглядим, немножко время потянем. Да и всё. Пойдём за дикими. Эй, тут никого не было. О, это по мне. А это с крыши снайпер, что ли? Точно. О, помер. Хе-хе, хорош. Счёт открыт, парни. Осталось 24 диких. Блин, а вот рублики я не взял, да? Тыльники, шмельники. Всё это ерунда и чепуха. А чё вы, где вы? Куда вы, блин, все подевались-то? Да вот эти уже, пора уже. А дикие суда не захаживают, слушай. Насочился. Это ЧВК. Для диких слишком рано, для челоботов. О, склался. Нет, это не Дикий Бу. А у меня, может быть, это был Юсек? Друг. С запада, который. Где он? Да, это был Юсек. И ты вот так вот один просто ходил, да, там, получается? Класс. Вот это сюрприз. Нифига, с одного патрона упал. Удачный я попал. Где с Ахатрой? Тут отсюда, походу, полквеста можно сделать, да? Офигеть, смотри. И заводскую видно. И заправку видно, если есть. Ой-ой-ой, да тут всё, блин, и сиськи видно. Хм, сиськи видно. Ну, две эти сопки перед заправкой. Нормас, нормас. Смотри, тут как прикольно. Если какой-то гипиш на заправке, можно отсюда его смотреть. Если на КПП, чик, отсюда посмотрел. Отсюда же и Диких можно поглядеть, да? Офигеть, надо будет там, будем, если ходить, надо будет поаккуратнее лазить. А вдруг какой-нибудь тут же будет сидеть, как я, типчик. Хорошая позиция. Никому не расскажу её. Ну чё, всё, можно теперь делать большой обход. Опа. Вот и дикие, да? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Точно, Дикий. Умер. Да, убил. Отлично. Так, хорошо, ещё один Дикий есть. Всё, Дикие подъехали. Теперь можно полностью обход делать по всей карте. И, пожалуй, я буду делать его через... Через КПП, через ту сторону, не через заводскую. Хотя, блин, он тоже в такой оси. Ну, сейчас обойдём, посмотрим сверху там. Через скалы. На заправку посмотрим. Если там тишина, то назад вернёмся на заводскую. И вдоль заводской пойдём через старую заправку. Туда-сюда будем зигами-загами ходить, чтобы они спавнились. Чё это такое? Прицел какой-то? О! А это уже... Вижу, вижу. Неужели ты по мне дал? Отлично. Так, ещё двоечка. Мне бы надо жетон забрать у этого Юсека. О, мне нужен же будет по квесту. А галка там вообще не обязательно. Так что его можно будет сразу заныкать в подсумок. И даже если помрём, всё равно сможем сдать его по квесту. Не очень приятно то, что они стройнуть успели, но это нормально. Сейчас я соскал, тогда и погляжу. Никто тут за мной не будет наблюдать. И внизу под лептом пошатаюсь и этого посмотрю Юсека. А тут тишина, да? Но кто-то здесь был же. А, понял. Вот и тот, кого я искал, да? Вот он. Хорошо. Ещё один дикий. Нормально, смотри. Туда-сюда и пятёрочка уже есть. Ну точно Юсек, смотри. Прикольно. Прикольно, нормально. Пятнадцатый левел. Жетон я у него, пожалуй, заберу. Если что-то ценное вреде, Мургу не будем у него отнимать. Возможно, застрахованные наушники, да? Да. Он только-только появился. Ну прости, браток. Добро пожаловать в Тарков. Нет, это не он стрелял, слушай. Там ещё какой-то, какой-то, то ли ПП стрелял, то ли, я что-то так и не понял, что за оружие я там стрелял. Но кто-то тут ещё тёрся. О, в общагах возня. Он, наверное, стоит чего-то, да, золотой раз? Позолоченный, точнее. У этого Сайга. У этого ПМ. А там я ещё один труп же не посмотрел. У того автомат был. Калашник там был, по-моему. У этого. Так, ясно. Мне оттуда путь заказан. Надо будет на заводскую идти. Там что-то активность большая. Мне ЧВК не нужны, мне дикие нужны. Вот она, автомат Калашникова. Блин, не понял, что-то я кто стрелял с ППХ. Он, походу, сейчас на этот, на заправке, да, где-то трётся. Или в сторону общежития попёр, походу. На ПС-ках не пойдёт. Ну, разгруз я бы забрал. Так вот, сделаем. О, грубасики. Пошли на заводскую. Посмотрим, как тут дела у нас обстоят. Можно будет перемахнуть там. Я сейчас посмотрю, может быть, через цирк с газелью. Вообще, по идее, должны уже тут подъехать ещё парни, может, заспаунились. Чё-то тихо. О, есть. Я же говорю, должны заспауниться уже. Отлично. Так, ещё один есть. Да тут ходить никуда не надо через всю карту. Можно туда-сюда просто ходить. Я и говорю, зигзаги нарисовывать. И спокойно ходить отстреливать дикие, которые свежеотспавленные. Новорождённые. Пояски. Не пойдёт. Флешки в газель я хочу посмотреть. Тут как раз и перемахну через забор. Как бы тоже открытая такая местность, но... Она там что-то как-то поспокойнее, что ли. Ближе от укрытия к укрытию. Бежать. Пусто. Нет никого. Ну, давай тогда здесь заводскую посмотрим территорию, а потом на старую заправку сходим. На старой-то 100% должны быть дикие. Если их там никто не почекрыжил, то мы найдём там своих клиентов. Это как пидать. Никого. Селёдка. Можно было бы похавать. У меня как раз есть и этот. Водичка. Запить, ежели мы что. Так, 28 минут у меня ещё в распоряжении имеется. Это хорошо. Я настрелял не так много, конечно. Но я ещё живой. Так что шоу продолжается. Там до сих пор какая-то стрельба идёт. Вы чё там так долго? Уходите уже. Оставьте мне локацию и диких. И покидайте эту территорию. Опа, кто-то шкребётся на улице. И это дикие, скорее всего. Точно? Твою мать! Попал по руке. Больно, наверное, но... А, нет. Я, по-моему, под таблеткой был. Чё что шумишь-то? Опачки. Аквамария-то хорошо. Магнит падёт. Мы так, смотри, ещё и сейчас хабараб вынесем, получается. Если никто не подрежет нас, не перехватит нигде. Но гулять по локации немного. В основном заспавнились те, кто по всяким общежитиям по этим самым лазит. Ух ты! Вот эта ручка мне очень нужна будет по оружейнику на МПХ, когда собирать буду, да? Сразу её сюда. Зашибись! Хорошая ручка. А то она, блин, проблемой становится. Она на барахолке крайне дорогая. Слышно? На ЖД. Понятно, понятно. Ну, развлекайся. Главное, что в спину у меня сейчас на дне. Он, скорее всего, на выход уже идёт вдоль ЖД, распошёл. Нужно были бы дикие, он бы сюда заглянул. Всё, разминулись. Врубим рубилу. Тихо вроде. Где-то тут ПМ стрельнул, но это не точно. Я вот не понял, где он стрельнул. То ли в цехе внутри, то ли на заправке на старой. Это мы тоже продадим. Это мы используем. И тут в картотеках как раз меня ждут О, для АК, кстати, новое цыбьё. Ну, как новое, недавно ввели. То здесь. Я того без боли всё-таки убил. Никому не говори, что ты видишь их. И тут у меня в картотеках как раз две флешки ждут меня. Если будут две флешки... О, пауэрбанк. Падёт, падёт. Если будет две флешки, я сразу свалю с локации. Отвеца. Вот так вот. Так, ещё один дикий готов. Ну и нормально. Полкарты. Почти что прошёл. Чё там у тебя? Оба-на. А это, кстати, дикие. Скорее всего. С того за кто-то бахнул. Кто-то там диких потревожил. Это не в мою сторону на выход ли педалец? Те, кто в общежитиях стрелялся там, а? Бэ, скейти. Твою мать. Тут у нас что? А тут лутано. Неудивительно. Пойдём дальше туда. Всё, закрылась. Отлично. О, понятно. Вот после таких моментов народ пишет потом в комментариях, что у меня ВХ, я знаю кто где. А ведь я чувствовал, что они сейчас с общежития пойдут в сторону выхода. И так оно получилось. А может быть, кстати, уже и дикие подгрузились, да? Челоботы. Они тоже могут угорать с этого АГ. Да, походу, так оно и есть. Или это кто? Опа. Готов. Понятно. Понято, принято. На той стороне кто был? Кто стрелял там? Возможно, там чувака, да? выхода пасут. Или кто-то бежал на выход, там дикого встретил. Давай я тогда очень хитро, быстро, дерзко сделаю вот здесь, перепрыгну через забор. Опачки. О, сидит. Чё сидим, кого ждём? А чё это он присел? Неужели он испугался выстрелов? С АГС. Чё, попьём как раз. Как сделать? Сюда это? Сюда. Это внутрь. Да и всё. Вопрос решён. Там никто у нас не появился на КПП. Кого не видать. Так, пойдём тогда через автобусную стоянку пройдём. Ну, через заправку, через автобусную, тогда пойду на выход потихоньку. в сторону выхода в сторону выхода имеется в виду. Там ещё на ВСРФ, на перекрёстке, где блокпост снайперов, тоже можно будет кого-нибудь найти. О, блин, картоха нулёвая у него. Заберу. Эту как-нибудь сейчас пить. Типа баллон. О, красиво. О, красиво. О, красиво. О, красиво. ничего туда не прицепишь но это тактический по ходу фонарики шмонарики туда сцеплять надо все открыто понятно тут кто у нас деревья только вскрыли ну в общем аккурат я и слышал этот п.п. который стрекотал тут вот он видимо сразу же через эту или заправку через все вот эти тайники и тут открыто все это дело просмотрел где-то там на нашей стороне он тоже появился видимо где я ее секту но он сразу в эту сторону двинул я кого-то видел по-моему это был дикий блин он не один это дикий вообще ё-моё это челоботы это вообще не дикие дикие в контейнер не заходят точно челобот садри ты же карму свою профукал зачем ты стреляешь по диким ну вот твою мать блин меня обошли ну как не попал то блин он прям в прицеле сидит гад смотри не шевелится у меня граната нет никакой кинуть ему ладно хрен тебя не каное эх твою мать я проиграл слава воробей выклевал мне глаз в голову попал негодяй челобот меня завалил короче присел и все и никуда и не туда и не сюда не деться от него говорить что неудачный рейд тоже слукавлю 10 диких настрелять в одном рейде но я думаю неплохо 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 сразу авторем передаю автоаккумулятор чтобы не забыть чтобы он там у меня не валялся все один аккумулятор остался и норма создадим авторем без проблем следующем выпуске коллеги часть 1 квест открывается найти группу направленную в санаторий на пирс коттеджа выжить в дислокации пока не по пути нам хотя у нас открылся еще и анестезия у прапорщика смотри точно такой же квест торговли на берегу в первое второе третье место это те же самые места куда и отправлялась группа вот терапевты только здесь нужно будет маркерами пометить эти места друг запада часть 1 придаю один жетон который надыбал вынес остается три жетона и 4 убийства юсеков пока есть т.т. предлагаю по шурику сгонять на завод попробовать может быть повезет сразу же вытащить этот шприц с реагентом с образцом завод 15 ничего страховать не будем тупо голый с пекарем фух и вышел на завод короче все будет зависеть от удачи короче удача не на моей стороне спаун у меня от отрыгнительный отвратительный да пошел ты еще и передо мной какой-то чёвок может юсек ок проскочил а я бояться по-моему такой же голый как я ну ни хрена себе голый волтыни быстренько разобрался он со мной однако ладно к черту на сегодня хватит таркова давай тогда оружейник закроем четвертую часть тут нам нужна м4а 1 нужен глушитель расширенный магазин на 60 эргономика 48 отдача 250 вес 3 8 дальность 800 принято сейчас сделаем за баксы покупаю м кумир творца для повышения эргономики нам нужен будет эргономичный ствол не тот который у меня на 14 а на 7 штрафов коротки 260 миллиметров нам нужен будет ствол фильтр по связи по верхнему ресиверу оружейные стволы 260 миллиметров 40 кусков потом по стволу ищем фильтр по связи нам надо будет газблок мк-12 в первую очередь вот такой вот его покупаем вам для установки глушителя в фильтр по связи по стволу нам нужен будет переходник в первую очередь он у нас в дульных переход нет пламя-гасителях kacqd компенсатор вот это вот штукенция нам пригодится на нее ставится глушитель берем ее устанавливаем теперь по этому самому компенсатору фильтра по связи находим глушитель который нам задан по квесту нам fde версии именно нужна светлый глушак берем устанавливаем дальше нам нужен будет магазин на 60 патронов ищется он очень просто фильтр по связи по пушке оружейные элементы снаряжения магазины большой станаговский на 60 берем он нам подходит он весит 180 грамм всего пимак я думал можно будет поставить но он за разу оказывается весит больше чем пол килограмма 580 грамм он нам не подходит у нас лимит по весу поэтому станаговский на 60 ставим радуемся дальше будем работать над эргономикой эргономику чтобы повысить я буду убирать пистолетную рукоятку я буду убирать приклад потому что в сумме они дают всего 9 эргономики а у нас есть хороший приклад который дает неплохо так эргономики по трубке если его отдельно искать то вы его к сожалению не найдете поэтому его искать надо будет по оружию фильтра по связи по пушке вот этот вот приклад совмещенный с пистолетной рукояткой он дает плюс 20 эргономики и отдачу сокращает на 33 процента он нам подходит более чем ищем по верхнему ресиверу в критических компонентах цевьё нам нужно будет конкретное цевьё вор спорт но тот что полегче 500 грамм который весит есть еще одна версия на более длинная весит 580 грамм вот она нам не подходит вор спорт lvoa с черный для r15 фильтр по связи подсовью направляющая для передней рукоятки покупаем ее фильтр по связи по этой направляющей берем тактическую рукоятку макпул любую из них берете какая подешевле параметры у них у всех одинаковые ставим эту тактическую рукоятку дальше для поднятия эргономики рукоятку заряжения будем менять стандартная у нас не дает вообще никакой эргономики фильтр по связи по оружию оружейные части элементы снаряжения рукоятки заряжания берем raptor 10000 он стоит примерно но дает плюс 3 эргономики устанавливаем еще один фокус который повысит эргономику это ресивер навески поэтому со своего оружия которые мы собрали снимаем верхний ресивер фильтр по связи по разобранному оружию оружейные части критические ресиверы находите в списке конкретно навески ген-3 стоит он конечно деньжат но зато он решает вопрос плюс 13 эргономики дает отдачу сокращать на два процента это то что нам нужно ставим ресивер переносим ствол совсем навесным вот и все последнее что остается сделать это прицельная дальность 800 метров по верхнему ресиверу фильтр по связи оружейные части функциональные прицелы штурмовых прицелах он леопольд марк 4 hammer вот он нам и нужен прицельная дальность у него 800 забираем прицел ставим на m4a1 и все оружейник готов все условия выполнены по эргономике прицельной дальности сумме отдач весу модулям которые были заявлены в условиях квеста с такой эмкой в принципе можно было бы и побегать передаем его по квесту оружейник часть 4 с модификацией м4a1 закрываем в награду берем 10 тысяч опыта монету биткоина так что затраты на сборку оружия мы покроем с лихвой продажей монетой биткоина терапевта оружейник часть 5 модифицировать 10 тут очень просто он модифицируется но пока я не буду тратить деньги я не знаю что там чего стоит хоть мы и заработаем здесь 210 тысяч но оставим это уже на следующий выпуск завершено улучшение зоны отдыха теперь у меня чуть больше будет бонусов и это хорошо я бы вообще по хорошему его третьего уровня бы собрал ее точнее зону отдыха то максимальный запас энергии у меня увеличится до 110 единиц улучшение освещения 3 уровня к следующему выпуску тоже все будет готово для запуска улучшения вентиляции 3 уровня мне нужно 4 аккумулятора как раз один аккумулятор мне нужен на авторем всего 5 авто аккумуляторов мне нужно и эту проблему можем решить запустив производство на верстаке пяти автомобильных аккумуляторов для этого нужно будет всего лишь купить танковый аккумулятор танковый аккумулятор у нас стоит ну примерно четверть миллиона падет зато в начале следующего выпуска сразу и закроем тогда квест авторим запускаем производство и оставляем в покое все это дело обогрев тоже запускаем до максимального третьего уровня восемь часов потребуется для его улучшения в общем к следующему выпуску тут вообще красота будет на этом у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился денек начался конечно сегодня не очень сразу мордой в пол но ничего обороты потихонечку набираются не все же котомас лениться бывает и такое что деньки выдаются неудачные и сливаешься частенько ну а так прогресс имеется улучшения пошли в убежище делаем потихоньку каратели если повезет в следующий раз добьем его всем удачи спокойных рейдов играйте в кайф смотрите то что в кайф спасибо за пальцы вверх за вашу поддержку увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания